Здравствуйте! В студии Дарья Самородова. Предлагаю вашему вниманию выпуск новостей. В начале коротко о сегодняшних темах. В 2023 году запланировано к реализации 274 проекта, заявленных через проектные офисы «Уютный Ямал». Сбор инициатив для работы в 2024 продолжается. Гимназисты Лабытнанги стали первыми участниками акции «Дети детям». Активисты Единой России собирают книги для отправки в Донбасс. Мост «Дружба» через 2500 километров. Онлайн-уроки игры на гитаре для мальчика из Волновахи. Фонтан в молодежном сквере как символ наступления лета. Театрализованная постановка по случаю открытия. Спортивное лето стартует на двух площадках. Смены будут организованы для воспитанников детских садов и школьников. Как заработать на каникулах? Для подростков начинается трудовое лето. Ямальцы подают свои предложения по улучшению жизни в регионе в проектные офисы «Уютный Ямал». Всего северяне направили более 300 инициатив. Наибольшую активность проявляют жители городов Лабытнанги, Нового Уренгоя и Ямальского района. С 1 мая на сайте «Живем на севере» и в офисы «Уютный Ямал» поступило 333 заявки от ямальцев. Самой актуальной темой для северян остается благоустройство. Жители предлагают идеи по модернизации придомовых территорий и общегородских пространств. Помимо этого есть идеи по организации культурных, образовательных и спортивных мероприятий, экологические инициативы. Внести свои предложения для реализации в следующем году ямальцы могут до 10 июня. Поделитесь творчеством Пушкина и Барто с жителями освобожденных территорий. Партия «Единая Россия» разворачивает площадку для сбора книг в рамках акции «Дети детям». Приемную местного отделения можно принести свою любимую книгу. Гимназисты стали первыми участниками доброй акции. Волонтеры гимназии несут в руках стопки книг. Вся литература на русском языке. Это энциклопедии, сказки Пушкина и Андерсена, кораблик произведения Владимира Сутеева, которым восхищаются взрослые дети уже не одно десятилетие. Сегодня дети с радостью передают своим ровесникам любимые издания. Мы волонтеры гимназии. Мы решили принять участие в проекте «Детям Донбасса». Я принесла книжку «Маленький принц». Это была моя любимая книга. Я бы очень была рада, если бы дети нашли время прочитать и мою книгу. У каждого из нас есть любимые книги. К примеру, вот эта книга была востребована нашей семье. Когда мы едем в отпуск, в дороге нам нравилось решать логические задачки. Но дети выросли, эта книга осталась без внимания. Мы будем очень рады, если вот в этой акции книги «Детям Донбасса» ребята смогут взять и подарить ей вторую жизнь. Акция направлена на благую цель возвращения детям Донбасса возможности учиться, развиваться в среде, которая еще недавно была для них привычной. Для подрастающего поколения необходима хорошая, качественная литература. Присоединиться к проекту может каждый. В местном отделении партии «Единая Россия» принимают печатные издания, новые и в хорошем состоянии. Дружба, скрепленная официальным соглашением между Ямалом и Волновахским районом Донецкой Народной Республики, началась год назад. С тех пор регионы развивают сотрудничество во всех направлениях. Успели подружиться и жители территории. Педагог детской школы искусств из поселка Харп нашел в Волновахе своего нового ученика. Уроки проходят онлайн и приносят большое удовольствие обеим сторонам. Владислав Лукашук старается быть со своими учениками на одной волне. С Ярославом из Волновахи тоже быстро нашел общий язык. Играют вовсе не классику. Дурак и молния, «Король и Шут» сейчас совершенствуются в исполнении этого произведения. Ярослав умел играть на гитаре и раньше. Азы получил в музыкальной школе. По мнению педагога, главное качество этого ученика – большое желание быть хорошим музыкантом. Стараемся два раза в неделю. Поначалу не получалось, там выпускники были как-то не до этого. А сейчас вот все закончилось. Уже можно раз в два в неделю встречаться. И у него есть желание, он горит, сам что-то делает. И это самое главное. На этом топливе и работаем. Казалось бы, что необычного – онлайн-уроки. И все-таки эти кажутся особенными, похожими на невидимый мост. Он соединяет не берега, а людей. Ольга Болдырева, Владимир Николаев, информационное агентство «Лабытнанги». 1 июня отмечается Международный день защиты детей. Яркий, веселый праздник. Именно таким ежегодно стараются его сделать для юных жителей городского округа, учреждений образования и культуры. Различные площадки активности с мастер-классами, играми, конкурсами, стафетами и, конечно, с призами. Всем этим насладились сегодня сполна лабытнанские мальчишки и девчонки на праздники детства. День защиты детей у всех ребят ассоциируется с началом летних каникул. А у юных лабытнанцев еще и с открытием сезона фонтана. Этого события они ждут с нетерпением. А начинается праздник традиционно со сказочного представления. В сквере молодежной собрались десятки мальчишек и девчонок, чтобы увидеть, как взметнуться вверх первые после зимнего перерыва искрящиеся струи воды. И даже дождь не помешал ребятам насладиться этим моментом. Вместе со сказочными героинями «Капелька и феи воды» они дружно произносили волшебные заклинания, расколдовали и оживили водяные струи. Открытие фонтана подарило ребятам яркие эмоции. Они с восхищением наблюдали, как струи воды, танцуя, меняют свое направление. Бегали, прыгали, радостно подставляли ладоши и ловили брызги. Мальчишки и девчонки ждут ярких деньков, когда можно будет порезвиться под струями воды. Я люблю нажимать в фонтан и люблю играть. Почему? Потому что можно пробегать по фонтанам, купаться в фонтане. Я рада, что сделали фонтан. Я рада, что наступило лето, что можно приходить на фонтан и купаться на речку. Я буду летом приходить сюда, чтобы купаться. По доброй традиции в День защиты детей в городском округе проходит фестиваль «Лабытнанги. Адрес детства», во время которого у ребят есть возможность побывать на различных площадках активности. В этом году праздник переместился в первую школу. Здесь царила атмосфера веселья и отличного настроения. Площадки, организованные педагогами Центра технического творчества, пользовались большой популярностью. Самые активные ребята с удовольствием танцевали под задорные песни. Больше всего мне нравятся танцы, потому что сюда приходят больше людей, чем на остальные кружки, и тут все вместе танцуют. Последний танец мы танцевали «Калинка». Это самый долгий, наверное, и быстрый танец, который здесь был. А любители рисования с удовольствием поучаствовали в акции «Дети цветы жизни», организованной местным отделением партии «Единая Россия» и «Молодой гвардией». Сегодня мы проводим акцию «Дети цветы жизни» и предлагаем детям нарисовать цветок. За это они получают подарок. Вот такая вот простая и веселая акция. А еще на праздники ребята мастерили различные поделки, разукрашивали гигантскую раскраску, состязались в спортивных эстафетах, участвовали в благотворительной акции в помощь бездомным животным. Затем всех ждал праздничный концерт, во время которого состоялось награждение победителей конкурса «Ступени успеха». Вручение дипломов и подарков чередовалось с творческими номерами от юных артистов городского Дома культуры и детской школы искусств. Все концертные номера зрители принимали бурными аплодисментами. Песенку веселую напевает нам. День защиты детей в Лабытнанге получился красочным и веселым. Отличное начало летних каникул. Екатерина Ржуевская, Игорь Гуляр, информационное агентство Лабытнанге. Сегодня открыли свои двери летние спортивные лагеря для дошкольников. Смены пройдут в детском саду «Снежинка» для ребят постарше в спорткомплексе «Полярном». Юные лабытанцы будут активно проводить летние дни, займутся спортом и уделят внимание оздоровлению. На торжественном открытии спортивных лагерей побывала наша съемочная группа. В Лабытнанге спорту уделяется повышенное внимание, причем детскому особенно. Уже второй год для мальчишек и девчонок функционируют в городе летние спортивные лагеря. Особенность их в том, что ребята не просто отдыхают с друзьями, становятся участниками развлекательных событий, рисуют, танцуют, но и оздоравливаются. В течение месяца ребята будут наравне с обычными развлекательными развивающими мероприятиями получать массу позитива, массу эмоций в таких мероприятиях, которые более имеют спортивный уклон или оздоровительную направленность. Мы же знаем, что в детском саду снежинка есть, бассейн, есть пандапарк, есть сельвенитовая спелеокомната, дети еще будут получать кислородные коктейли, фито-чаи. Просто замечательно будет. Спортивный лагерь под названием «Юбилейное лето» будут посещать шести-семилетние дошколята из разных детских садов городского округа. Всего за первую смену отдохнут и поправят свое здоровье 27 мальчишек и девчонок. Мы здесь будем играть, песни петь и соревноваться. Я думаю, что будет много конкурсов, много всего классного, немного бега. Мы здесь будем слезть, купаться и кусать. Вкусно. Здесь будет круто и классно, и мы очень любим спорт. Спорт любят и ребята постарше. Полярный сегодня принимал гостей, юных спортсменов. Футболисты, пловцы, борцы, фигуристки проведут летнее время здесь до 23 июня. Для них организаторы вожатые придумали разноплановую программу. В этом году у нас на первой смене запланировано очень много спортивных мероприятий, культурных мероприятий. Но так как это тренировочный спортивный лагерь, в основном это будут дети заниматься тренировочным процессом. То есть у нас тут представители таких видов спорта, как плавание, футбол, единоборство, фигурное катание. Спортивный лагерь организовали для ребят, которые посещают школу юной, чтобы не прерывать тренировочный процесс. Продумали все до мелочей, от питания до развлечений. Мы должны будем по теплым дням ходить на Арктику, там тренироваться, бегать, либо в бассейн ходить. Я хочу здесь получить больше опыта в спорте и поучаствовать в других спортивных мероприятиях. Очень будет много тренировок, мы будем очень много заниматься рукопашным боем. В этом году первую смену спортивного лагеря «Юность» будут посещать 44 ребенка от 7 до 16 лет. Занятия завершатся 23 июня. Вторая смена продлится с 27 июля по 8 августа. Рай Ермолаева, Николай Снегир, информационное агентство «Лабытнанги». Лабытнанские школьники сегодня открыли новый трудовой сезон. Торжественная церемония проходила на открытом спортивном комплексе «Арктика». Этим летом трудовую путевку получат более 400 подростков. Они будут работать в городских организациях и на предприятиях. Подробности в следующем сюжете. Дождливая погода настроение не портила. Горячее желание потрудиться на благо города, да при этом еще и подзаработать наличные расходы, меньше не становилось. Мне в марте исполнилось 14, я решила на лето пойти работать. Чтобы были свои карманные деньги, чтобы у мамы не просить, чтобы был опыт работы в разных местах. Я планирую еще в дальнейшем на следующее лето идти. Чтобы я знала, каково это, получать свои деньги. Я больше всего свою зарплату, которую я получу, я отдам родителям, чтобы им было легче. Работа во время летних каникул для городских школьников стала доброй традицией. В прошлом году трудовые отряды насчитывали порядка 300 добровольцев. В этом году их численность увеличена. Трудозанятые используются большим спросом у подростков, у детей и молодежи. И, конечно же, мы пытаемся удовлетворить потребности всех ребят, которые пишут заявления. Но в приоритетном порядке у нас дети, имеющие льготные категории. Например, это дети из малобеспеченных семей, из многодетных семей. Дети, находящиеся под опекой. Дети, состоящие на различных видах профилактического учета. И есть еще ряд категорий. В этом году у нас урожайный год. Мы за целое лето трудоустроим 400 человек в рамках муниципальной программы «Город молодой» и 24 подростка из окружной программы. В июне на первую трудовую смену выйдут 133 подростка. 13 работодателей готовы предоставить им рабочие места. В этом году мы первый раз участвуем в этом мероприятии. У нас все лето будут трудовые бригады, расписанные июнь, июль и август месяц. Поэтому мы, можно сказать, для себя новое открытие совершили, то есть участвуем в этом мероприятии. Считаю это важным, приучать детей к труду, выработать у них какую-то ответственность, принести пользу городу. Почему нет? Следует отметить, что традиционно на улицах города будут трудиться три бригады, в том числе и хорошо известная лабытнанцам бригада главы города. Ирина Акобова, Сергей Андропов, информационное агентство Лабытнанги. На этом все. Завершает выпуск «Прогноз погоды». На завтра спасибо за внимание. Всего доброго. До встречи в эфире и на страницах информационного агентства Лабытнанги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин